Внимание, бездельники! Сейчас вы займётесь очень важным делом. Размножением. Систенки, вы можете быть свободны. Все знают, что для размножения нужен самец и самочка. Пару минут любви и вуаля! Однако, у природы есть ещё нестандартные методы размножения, которые сейчас вы испробуете. Видите цифры над дверями? Это показывает, сколько вас должно быть в каждой комнате. Согласно цифрам, расходитесь по комнатам. Начнём с тебя. Что у тебя написано на бумажке? Партен на генез. О, это когда самка говорит. Мужчины? Что вы! Нет, спасибо, я сама справлюсь. И производит потомство без участия самца. В мире животных это, по сути, репродуктивный набор. Сделай сама. Ну что, давай начнём. Что? Я знаю, что ты самец, а речь про самок. Куда? Ты не переживай, мы всё ушли. Видишь кнопку перед собой? Жми её. Всё. Теперь просто сиди, жди. Ящерицы комода и акулы могут размножаться партеногенезом. Представьте себе самку ящерицы комода, которая устала ждать недельного самца на белом жеребце. В один прекрасный день она говорит, ну и ладно, справлюсь сама. Этот сигнал запускает в её организме чудеса биологии, и она начинает производить потомство без самца. Подобная ситуация и у акул. Так, момент. Как ты себя ощущаешь? Ну на вид ты уже самочка комодского ворона. Мамой хочешь стать уже? Ну значит, ты чё не созрел. Ой, не созрела. Посиди ещё, подожди. Так, чё там? Акулы, да. Когда все вокруг самцы и сволочи, и без волочи, или их просто нет, то самка акулы мысленно включает режим «Хочу быть мамой, хочу быть мамой». И вуаля! Появляется потомство, которое унаследует все её гены. И это типа как клонировать себя, но с добавлением небольшого разнообразия. Короче, портеногенез это как план «Б» для животного мира. Работает безотказно. Но не для частого использования. Ведь для здорового и развивающегося вида нужны всё же ДНК и мамы, и папы. Ну? Чё, совсем ничего? Ладно, мы ожидали такой ход событий. Вон там у тебя ноут лежит, видишь? Бери и открывай его. Так, в центре рабочего стола иконка есть? Отлично. Кликай на неё два раза, запускай игру и... Точным выстрелом отрывай башни танков. Пробивай крылья самолётами и отправивай на дно вражеские крейсеры. Ведь это эпичный и к тому же бесплатный онлайн-экшен «War Thunder», где бои проходят на локациях по всему миру. Игра доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Mac. Идеально передаёт масштаб и ярость военных сражений. В вашем распоряжении целый арсенал из культовых танков, самолётов, вертолётов и кораблей. От середины 20 века до современности. Графика, физика и звук «War Thunder» постоянно улучшаются, делая игру всё более захватывающей и реалистичной. Фанаты военной техники будут в восторге от деталей. Ведь каждый элемент техники проработан не только визуально, но и в геймплее. Все машины уникальны в бою и имеют свои особенности. В «War Thunder» вы найдёте передовые военные технологии. Ракеты с самонаведением, комплексы активной защиты, дымовые завесы, тепловизоры и даже разведывательные и ударные дроны. А если вам захочется устроить апокалипсис, то в вашем распоряжении ядерный удар, который может сравнять с землей всю карту в прямом и переносном смысле. Вы можете играть так, как хотите. Прорываться через фронт на танке, прикрывать наземные войска с вертолёта или участвовать в воздушных боях среди облаков. Разные типы техники сражаются вместе на одной карте. А всю технику можно прокачивать и улучшать дополнительными модулями. Кроме того, множество элементов визуальной кастомизации и скинов позволят сделать вашу боевую машину уникальной. В игре War Thunder разработана уникальная модель повреждений, что не требует полосок здоровья. Каждое попадание имеет свой эффект. Подбив гусеницу, вы обеспечите противника. Пробив топливный бак самолёта, он загорится. А благодаря эффектному режиму X-Ray вы сможете увидеть всё в деталях. Недавно в игре вышло обновление «Активный поиск». Проведены десятки улучшений под запросом сообщества. Также в игре теперь доступна авиация Пенелюкса, включая знаменитый голландский самолёт «Фокер G1A». А новые ракеты с активным радиолокационным наведением сделают воздушные бои на современных самолётах ещё более напряжёнными. Кроме того, в игру добавлены две новые карты для авиационных и морских сражений, «Загадочная долина» и «Беринговое море». Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолёт Ла-5 и Танк Т-34 в аренду на неделю с уникальными скинами. 100 тысяч серебра, три премиумные машины и другие подарки. Поспеши. Сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Что? Ой, ну ладно, хорошо, посиди, почитай журнальчики. Переходим к тебе. Показывай, с чем будешь удивлять. Гермафродитизм. Это когда природа решила, почему бы не быть и самкой, и самцом сразу. И создала существа, свидания которых всегда успешны, ведь они сами себе и жених, и невеста. Жми кнопку. Отлично, ждём. Банановый слизень. Существо, которое и самец, и самка в одном лице. Представьте, ползёт по лесу банановый слизень. Вдруг видит себе подобного слизня. Ему не надо задумываться, кто это самка, самец, или кто из них будет мамой, кто папой. Они просто подползают друг к другу и обнимаются. Во время обнимашек оба слизня обмениваются папкиными... Так, а можно вот это слово? Как-то заменить, ведь нас и дети смотрят. Оба слизня обмениваются папкиными... Конфетками? Капец у вас там ассоциации. Может уж тогда папкиными зефирками? Сценарист? Редактор? Понятно. Ладно, продолжаем. В общем, пообнимавшись и обменявшись папкиными зефирками, оба слизня расползаются уже в роли оплодотворённых мамашек. Откладывать яйца. Согласитесь, классно. Ни сложных ритуалов ухаживания, ни задач в выборе пола. Универсальные партнёры готовы к спариванию с любым встречным. Опа. А я думал, из тебя сделают дождевого червяка. А чё-то ты, кажется, больше похож на бананового слизня. Не, ну красиво, но плохо. Так почему? Некоторые дождевые черви — это тоже гермафродиты. Но в отличие от банановых слизней, им не нужен партнёр. Они могут перейти в режим самообслуживания и самооплодотвориться. А тебе, получается, нужен такой же банановый расходник-слизняк. Ладно, посиди пока, поищем, подумаем. Ну, как твои дела? Журналчики помогают? Ну, по-видимому, не очень. Ладно. Включите ему. Ой. То есть ей. Телек с каким-нибудь мыльным сериальчиком. Должно помочь. Так, всё, я готов. Давай, чё у тебя? Аутотомия. Способность разделения на части с последующей регенерацией. Жми. Что-то я почувствовал? Ну, хорошо, подошли немного, а потом бери за топор. Плоские черви-турбилярии — гермафродиты, коих мы рассматривали ранее. Но у этих тварей есть ещё в запасе необычный вариантик размножения. Когда червяк сталкивается с неприятностями в своей жизни, такими как недостаток кислорода или сильное повышение температуры окружающей среды, то он решает отбросить часть себя. Типа как ящерица отбрасывает хвост, если её прижали. Мало того, турбилярии могут вообще рассыпаться на много мелких частей. Но, в отличие от ящерицы, у которой отвалившийся хвост идёт потом на свалку, у турбилярии происходит процесс регенерации нового тела из каждой её части. Прикиньте на мгновение фрагмент из кинофильма «Терминатор». Hasta la vista, baby. Ну ты, п***, тостер, а! Ну всё, теперь нам точно пи***ть! Поговаривают, что достаточно десятой, а то и сотой части тела, чтобы турбилярия регенерировалась полностью. А чё ты сидишь и тупо смотришь на топор? Давай размножайся! В смысле как? Я кому сейчас рассказывал про турбилярии и регенерацию? Во! Начинаешь соображать! И... А подожди! Лучше с левой руки начни! Ой, кто выключил свет? Включите, пожалуйста, обратно! О, блин! Ну ладно, так тоже должно сработать! Вся, лежи, размножайся! Так... А у вас тут был выбор? Я правильно понимаю? Хорошо, сейчас глянем. Болезненное или внешнее оплодотворение? И что вы выбрали? Ну, письки-сиськи, ладно, слушайте. Болезненным оплодотворением промышляют некоторые клопы на Таити. Самцы этих клопов имеют острый как жало половой орган. Самец, завидев самку, без каких-либо вопросов, цветов и конфет, прыгает на неё и протыкает своим жалом её живот, после чего довольно отползает. Папкины зефирки, попадая в кровеносную систему, плавают внутри тела самки, пока не достигают своей цели. А внешним оплодотворением увлекаются лягушки и рыбы. Самка откладывает икру, а потом самцы приплывают и разбрызгивают волшебную пыльцу. Папкины зефирки, если кто не понял. После чего дальше икринки лежат и созревают до появления нового потомства. Ну, что решили? Протыкать жалом живот или метать икру? Ой, ломаетесь, как девчонки на первом свидании. Ладно, думайте ещё, я пока гляну других. Получилось! Да мать ты, недоделанная! Тьфу на тебя! А у тебя что? А, ты у нас ждёшь партнёра. Ладно, жди ещё. Как-то не похоже, что он регенерируется и размножается. Я вижу, что там только мухи плодятся. Так, это снова я. Определились? А-а-а! Без долучи! Не дождусь я от вас икры. Короче! Систенки! Одного закиньте к нашему слизняку банановому, а другого в комнату от Атомии. Попробуем ещё раз. Алё, Джеймсик! А у тебя в фильме аватар синие гуманоиды. Нави, да. Как размножались? Косичками? Традиционным методом? Папа-мама? А-а-а! Жаль. Не дожал, конечно, ты идейку, не дожал. И со вторым Терминатором могло бы быть повеселее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно-ладно-ладно. Всё, не реви. Нужны будут идейки по размножению, обращайся. И не забывай про подарки. Для новых игроков и для тех, кто не заходил в War Thunder полгода и более. Ссылка в описании. А пока подписывайся. Вы издеваетесь, что ли? Неужели так было тяжело поднять, что с отрубленной головой что-то не работает? Ну, а вы хоть пообжимались уже? А вот этот как раз получился дождевым червяком у нас, да? Ну, прекрасно. О, смотри, какой довольный. Сидит, сам себя оплодотворяет. Фу, мерзость, блин. Всё, вставка у вас всех.